Приступим к созданию эквитанции FPL. Для начала нужно убедиться в том, что воздушное пространство, в котором мы планируем полет, открыт и не имеет временных ограничений, опасных зон, закрытых территорий. Открываем браузер, вводим в поисковой строке FPLN, первая выдача, полетные планы. Переходим. Открылся ресурс полетных планов. Выбираем вкладку воздушное пространство Российской Федерации. Переходим в блок зоны. Ставим галочки напротив ограничения полетов нотам. Отдаляем карту, анализируем информацию. При отсутствии ограничений в зоне нашего полета означает то, что мы можем приступить к созданию технической части нашей квитанции. Создаем документ Word. Используя вот такой текст, текст рыба, заполняем квитанцию. Алгоритм заполнения. Первая строка. Бортовой номер. Так как мы планируем выполнить наш полет на сверхлегком летательном аппарате, который не имеет на своем борту авиационной радиостанции с обратной связью или вовсе ее отсутствие, мы не являемся бортом. Мы являемся СЛА без бортового номера. И в таком случае наш индекс 4Z. Третья строка. Время взлета. Время указывается в едином ключе UTC. Разница между UTC и московским временем составляет 3 часа. Указываем время взлета. Четвертая строка. Высота полета. Зона полета. В данном примере высота от граунда до 200 метров. Координаты. Зона 001, 59, 40, 29, 45. Пятая строка. Время лендинга. Указываем посадочное время. Шестая строка. Информация о полете по кругу. Координаты взлета и посадки. А также дата нашего полета. ДОВ. Обращаю внимание, что при указании даты сначала пишем год, затем месяц, затем число. Седьмая строка. Зона полета. Униформ Лима-Лима-Лима-0001. КВС такой-то. Вы заполняете свою фамилию. Восьмая строчка. РМК. Примечание. Здесь мы можем указать специфику полета. Полет по кругу. Указать массу аппарата. Важным пунктом будет наш телефон для обратной связи с диспетчером. Вы всегда должны быть на связи. Для того, чтобы узнать координаты точки взлета и посадки, воспользуемся ресурсом FPLN. Открываем ресурс. Полетные планы. На карте находим место предполагаемого старта. Правой кнопкой мыши ставим точку. Затем наводим курсор на точку. Кликаем левой кнопкой мыши. Открывается окно координаты. Переносим полученные координаты в нашу квитанцию. Вот и все. Наш план готов. Как и куда подавать флайт план? Если вы планируете летать, к примеру, завтра, план нужно подавать не позднее 18.00 по Москве. Открываем нашу почту. Создаем новое письмо. Копируем адрес вашего органа ОВД. Вставляем в адресную строку получатель. Тема письма 4Z. КВС. Копируем составленный текст нашей квитанции из документа Word. Нажимаем кнопку «Отправить». Поздравляю вас! Вы отправили свой первый флайт план. Квитанцию принимает система, а человек вмешивается лишь тогда, когда система выдает конфликт. Оператор может связаться с вами для уточнения деталей, внесения корректив или сообщить вам о невозможности выполнения полетов. Продолжение следует...